А теологии, которую называют естественной, надлежит вести беседу не с какими попало людьми, а с философами, само имя которых, если перевести его на латынь, указывает на любовь к мудрости. Если же мудростью является Бог, которым все сотворено, как удостоверяет божественные авторитеты и истина, то истинный философ любит Бога. Однако, поскольку то самое, что обозначается этим именем, наличествует не во всех, кого увеличивают этим именем, ведь не всегда являются ревнительными истинной мудрости все именующиеся философами, то, конечно, из всех тех, с чьими мнениями и писаниями мы смогли ознакомиться, следует избрать лишь тех, с кем не будет позорно обсудить этот вопрос. Хотя христианин, просвещенный только церковными писаниями, пожалуй, может и не знать имени платоников и быть в неведении относительно того, а были ли два рода философов, писавших на греческом языке, ионийцы и италийцы, он, однако, не настолько не сведущ в человеческих делах, чтобы не знать, что философы научают или стремлению к мудрости, или самой мудрости. Тем не менее, он остерегается тех, кто философствует сообразно стихиям мира сего, а не сообразно Богу, которым сотворен сам мир. Ведь он научен апольстерской заповедью и искренне послушен тому, что сказано. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по стихиям мира.